И всем привет, друзья, с вами Картофан, и это уже пятая часть гайда по моду Арсмагика 2 на версию 1.7.10. Но сейчас ты видишь топового комментатора с прошлого видео, если ты хочешь оказаться здесь, то обязательно пиши свой комментарий. Также не забывай подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые гайды. Ну а мы начинаем. И сегодня я бы хотел вам рассказать про всех боссов, которые дропают у нас зелёные сферы. Про тех боссов, которые дропают синие сферы, я вам рассказывал в первой части про боссов. Ну и давайте же мы начнем с нашего первого босса, и это у нас будет босс-хранитель воздуха. Для его призыва рекомендуется 35-й левел в Арсмагике. Ну и для того, чтобы его призвать, вам нужна будет золотая инкрустация и эссенция воздуха. А с него у нас дропается воздушная упряжка и эссенция воздуха. Ну и также, естественно, зелёная сфера. И, кстати, для того, чтобы его призвать, вам нужно будет построить платформу на более чем 150-й блок высоты в мире. То есть вот здесь вот я поставил, давайте посмотрим, что у нас здесь за высота. Здесь у нас высота получается, что 152. У нас как раз все условия выполняются. Вот я здесь поставил вот такую вот у нас золотую инкрустацию. То есть так нужно будет построить и кинуть сюда просто-напросто эссенцию воздуха. Мы сюда кидаем, и у нас призывается такой хранитель воздуха. Его мы можем убить просто-напросто вот так вот мечом. Не обязательно закликивать, потому что это как бы неэффективно. Вот так вот у него как бы есть КД. Вот, вы можете его всякими заклинаниями там бить. Вот так вот. Ну, в общем-то, его довольно-таки просто убить. Кстати, я вам советую, естественно, делать такую вот стенку. Потому что, смотрите, если он вывалится. Так, сейчас давайте мы сломаем вот здесь вот. Он упадёт и просто пропадёт. Ну и когда вы его убьёте, тогда с него выпадет вот такая вот штучка. Вот такая вот. Это воздушная упряжка. Это, кстати, очень полезная вещь, которая позволяет нам летать. Смотрите, мы можем её поставить. Вот так вот эта будет штучка выглядеть. AirSled. Вот так вот называется. Не знаю, правильно прочитал или нет. Но, в общем-то, вы можете нажать на неё ПКМ. И вы будете летать. Смотрите, вот так вот. То есть, вы смотрите вверх. Тогда вы будете взлетать вверх. Вниз. Это значит, вы будете лететь вниз. И вот так вы сможете летать. Чтобы с неё слезть, вам нужно будет, естественно, нажать на Shift. То есть, так, хоп, мы прилетели. Нажимаем на Shift. И мы с неё слезли. Чтобы её взять, то тогда вам нужно будет нажать Shift плюс ПКМ. Тогда она просто-напросто вам выпадет. Если вы будете её забирать так вот в чужом привате, тогда у вас ничего не выйдет. Так что смотрите. И осторожненько не выходите на чужих приватах. Иначе будет всё плохо. Ну, а мы давайте перейдём к следующему боссу. И это у нас босс-хранитель Арканы. Этот у нас уже босс поинтереснее. У него и текстурка круче. Ну, в общем-то, давайте я вам сейчас всё покажу. Чтобы его призвать, вам нужно будет выставить вот таким вот образом железную инкрустацию. Потом вы ставите сюда вот аналой. И вот здесь вот вы ставите вот так вот в три блока высотой ваши книжные полки. И самое главное, что вам нужно сделать, это вот сюда вот поставить тайный компедиум. Всё, теперь наша структура для призыва готова. Теперь вам осталось только сюда кинуть тайную эссенцию. Кидаем её. И вот у нас так вот хранитель Арканы призвался. У него всего лишь 115 хп. И, кстати, для его призыва рекомендуется 45 уровень. Вообще, в принципе, его можно тут тоже застроить как-нибудь. И спокойненько его дубасить. Ну, в общем-то, различными вы можете его заклинаниям. Вот, как можно заметить, ему наше заклинание первое на урон целых 4 урона наносит. Поэтому его довольно будет просто убить. Так, и вот последний выстрел. Хоп. Всё. Что нам с него выпало? Так, нам с него выпала зелёная сфера, естественно. И тайная эссенция. Также большой шанс в том, что выпадет нам вот такая вот книжка. Но нам почему-то она не выпала. А эта книжка, в общем-то, привязка к душе у неё также имеется. И в эту книжку вы сможете класть свои заклинания. То есть, вот так вы сможете класть их. Хоп. Потом, если у вас будет эта книжка в руках, то вы нажмёте Shift и будете вертеть колёсиком. Тогда у вас будет меняться слот вашего заклинания. Также вы сможете положить свои заклинания вот сюда вот. Этими заклинаниями вы не сможете никак пользоваться, если вы не положите их вот сюда вот или себе в инвентарь. Ну, давайте мы тогда уже перейдём к следующему боссу. Следующий босс, это, пожалуй, один из самых сильных боссов в Арсмагике. Это у нас Хранитель Жизни. Для его призыва нам нужно будет мел Волшебника, свеча оберег, целых 4 штучки, житель маленький, который у нас ребёнок, 50-й левел в Арсмагике желательно. И с него нам выпадет такое-то крепление жизни. Ну и что ж, давайте мы построим тогда структуру для призыва уже этого босса. И структура строится следующим образом. Вы ставите такой вот круг 5 на 5. То есть у нас вот так вот, здесь у нас 5 получается, да. И вот таким вот образом. Получается у вас здесь такая вот площадь 3 на 3. Вот так же вам нужно будет поставить свечи обереги, вот таким вот образом. Вот так вот. Всё, теперь как бы со структурой покончено. Теперь вам осталось только дождаться полнолуния. Давайте мы его сделаем. Так, у меня почему-то сразу же полнолуния. Кстати, если я не вырубил текстурки, которыми я пользовался до этого, так что мы давайте их врубим. Так, вот мы и врубили их. Теперь у нас будет всё покрасивее, потому что я просто думал, у меня почему-то всё время было полнолуния. Это было довольно странно. Я думал, мало ли это из-за текстур. Оказывается, оно почему-то всё время у меня полнолуния. Без понятия, почему так. Ну, в общем-то, всё. Получается, полнолуния у нас есть. Теперь нам нужно будет сделать маленького жителя. Так, этот нам не нужен. Вот он, наш маленький житель. Теперь мы сможем его убить. Точнее, он даже нужно будет его убить внутри этого круга. Хоп. И у нас призывается такой вот хранитель жизни. Он будет призывать вот таких вот всяких элементарий. Вы будете их убивать. Этого вы не сможете бить. Вы сможете его бить только всякими заклинаниями. То, если вот эти будут все его преемники мертвы. То есть, это очень сложный босс в арсмагике. На сне вам как раз выпадет зелёная сфера и вот такое вот укрепление жизни. Вы сможете его активировать, и тогда у вас будет намного больше жизни. А именно, давайте сейчас посмотрим. И вот он у нас получается, что растёт. И последний босс, который у нас будет дропать зелёную сферу, это у нас хранитель молний. Он, кстати, довольно просто призывается. Для его, кстати, призыва нам нужен будет 70-й левел. И давайте же мы построим структуру специальную для призыва этого босса. Для этого нам нужно будет 8 вот таких вот золотых инкрустаций вот таким вот образом поставить. Потом мы ставим сюда вот аккумулятор маны. И ставим вот таких вот 2 железных прутья. Вот таким вот образом. Теперь нам осталось всего лишь что дождаться дождя. Так, и сейчас у нас будет бить сюда молнии. И призовётся этот босс. Так, вот он у нас бьёт молния. Вот так вот всё красивенько. Так, и вот он у нас призывался хранитель молний. И когда вы его бьёте, тогда с него выпадет вам эссенция молнии. Сфера бесконечности зелёная. И также амулет молний. Этот амулет молний, если вы активируете с помощью Shift плюс ПКМ, тогда он будет активирован. Во-первых, во-вторых, к вам будут все предметы очень хорошо притягиваться. Вот мы кинем наш вот этот вот посох. И вот он вот так вот притягивается к нам. То есть очень быстро. Ну а если тебе понравился этот гайд, то обязательно ставь свой лайк, пиши комментарий, также подписывайся и нажимай на колокольчик. С вами был Картофан. Всем удачи и всем пока.